Второй день в Абхазии веерное отключение электроэнергии. В центре Сухума свет выключают с 3 до 5 часов дня. Это самый разгар рабочего времени. Но в салоне красоты Бель выходит из ситуации вот таким образом. Из-за отключения света многим салонам красоты приходится растягивать свой рабочий график. Если в обычные будние дни мастера работают до 7 вечера, то сейчас им приходится задерживаться до 22 часов. Иногда одного клиента обслуживают на протяжении нескольких дней. Вот как, например, сейчас. Сначала маникюр, а покрытие лаком завтра, когда будет работать ультрафиолетовая лампа. Станция скорой помощи работает в экстренном режиме круглые сутки. А наличие дизельного генератора позволяет не сбиваться с этого ритма даже в период веерных отключений. Небольшое неудобство создают шум и большие финансовые затраты на покупку топлива. Но на работе фельдшеров это никак не сказывается. У нас нет никаких проблем со светом. Мы справляемся. В обычном режиме мы работаем. У нас стоит генератор, он сразу у нас срабатывает, и мы всегда со светом. Однако не все могут позволить себе иметь дизельный генератор на случай отключения света. Например, в новой столовой его нет. Как говорит предприниматель Давид Пилия, это невыгодно и не экологично. Дизель, который будет у меня работать, он стоит минимум полтора-два миллиона рублей. То есть я должен найти деньги, чтобы закупить. Его обслуживание, он в час будет съедать 40-50 литров солярки. Вот у него что-то на 40 рублей в час, 2000 рублей, да? Скажем, сегодня 3-4 часа дизель будет работать. Да я вообще в трубу вместе со своим предприятием вылечу. И потому ориентироваться на дизель, и при том масса дизельных установок в сухом и будет работать. На что наш город будет похож? По словам бизнесмена, он каждый месяц платит за электричество примерно 30 тысяч рублей, то есть около 400 тысяч в год. Но ни разу, по его словам, не получал качественную электроэнергию. Что касается качества электроэнергии, у нас его не было никогда, этого качества. Мне что нужно качество? 220 вольт и 50 герц частоты. Частота доходит аж до 47 единиц. Практически при такой частоте система энергетики вообще рассыпается. Главный генератор, генераторы должны останавливаться вообще и заново перезагружаться. Что такое падение частоты? Это когда нагрузка растет, а выдаваемой мощности нету. И частота начинает нарушаться. Это очень серьезно сказывается на оборудовании. Как рассказывает предприниматель, столовая не закрывается на период отключения света. Оборудование позволяет сохранить еду теплой на протяжении нескольких часов. Но при этом страдают холодильники и другие приборы, чувствительные к перепадам напряжения. У меня 14 холодильных камер, 35 холодильных шкафов. Что мне с ними делать? Я не говорю о десятке холодильных ларь. Они ведь все требуют качества электроэнергии. И выход оборудования из строя – это огромные деньги. Это мне по карману, по бюджету предприятия. Давид Пилий уверен, что сегодняшняя ситуация со светом – следствие неграмотного управления в энергетической отрасли. Это говорит о полном крахе системы энергетики Абхазии. О полном банкротстве руководства Черноморэнерго. Они полные банкроты. Значит, выступает руководитель и говорит о том, что я вас буду отключать. А я, простите, задам ему вопрос. А кто вам разрешил это? Кто вам позволил оставлять людей без электроэнергии? Двухчасовое выключение света пока дает возможность предпринимателям пересматривать рабочий график. Многие государственные учреждения обеспечиваются энергией дизельных генераторов. Но как они будут выкручиваться, если график верных отключений ужесточится – непонятно. Мария Накотова, Сырква Гухава, Абаза ТВ. Продолжение следует...